Музыка Охрана окружающей среды одна из основных задач, стоящая перед специалистами Алроса. С целью снижения негативного воздействия на водные ресурсы в 2014-м Алроса одобрили проект по реконструкции канализационно-очистной станции в Удачном. Вся программа связана с тем, что в государственном масштабе идет работа по решению наиболее снижения вредных сбросов во всех, буквально не только в России, а вообще по всему миру. И, соответственно, при выполнении этой программы, компании было принято решение о том, чтобы здесь, не только в Удачном, а и в других наших отделениях, там необходимо решение такое, чтобы вывести эти объекты на уровень, но и хотя бы того стандарта, который будет давать возможность природоохранных мероприятий и рыбохозяйственных, соответственно, улучшения. Решили построить новый корпус биологической очистки. Проект по реконструкции разрабатывался Институтом Якутни Пралмаз. Внедрение новых технологий взяла на себя московская компания «Стройинженеринг». Я, наверное, давно уже не видел такого, в принципе, подхода к делу, какой оказался у «Стройинженеринг». Настолько все было буквально, ну, последовательно, предельно, так сказать, происходило работы, начиная от строительства и дальнейшей, так сказать, монтажной работы. Впервые на объектах «Алроса» процесс биологической очистки производится в биореакторах. Это 12 металлических прямоугольных открытых резервуаров. Это очень оригинальное, запатентованное решение, которое позволяет достичь высокой степени очистки с должных. Наш аппарат, он учитывает все возможные вот эти вот нюансы, которые вызывают опасения, в том числе «Алросы». Прежде чем сюда приехать, хочу рассказать, два года назад мы приезжали с пилотными установками, и мы, прежде чем применить их здесь, мы их опробовали, на пилотной установке. Место лаборатории помогало, проводили анализы, и мы получили результаты, которые позволили нам продолжать проектирование и разработку этой технологии. Смело уже, не опасаясь возможных неудач. Это уже получается полное, полноценное очистное сооружение. Механическая очистка, биологическая очистка, доочистка и обеззараживание. Для сброса воды. Процесс биологической очистки прост. Попадая в биореакторы, сильные микроорганизмы убивают более слабые и вредные. Таким образом происходит дополнительная обработка сточных канализационных вод. Чтобы процесс биологической очистки не останавливался, необходимы определенные условия скорость движения воды и подача кислорода. Если раньше очистка сточных вод производилась только физико-механическим способом, то сейчас она продолжается в биореакторах. После чего стоки попадают в фильтры с активным углем. В них они еще раз очищаются и подаются на установке. Здесь они обеззараживаются ультрафиолетом. Затем чистая вода попадает в резервуар. В дальнейшем она используется для промышленных целей. Оставшаяся очищенная вода сбрасывается в реку Далдын. Когда у нас работала здесь всего лишь механическая очистка, она и сейчас работает, она, конечно, давала эффект, но этот эффект составлял всего лишь где-то в районе 71% от той очистки, которая необходима была. Напомним, в 2010 по программе техперевооружения оборудование заменили на новое, более современное. Развитие производства требовало внедрения дополнительных очистных мощностей. Станция биологической очистки была введена в эксплуатацию в декабре 2016 года с запуском нового оборудования. Качество сточных вод повысилось. Рыба, когда-то покинувшая привычное место обитания, начала возвращаться. Я как рыбак и охотник, который проживает в данной местности, в городе Удачном, 77-го года, и, кстати, мы проживали вот на той стороне Далдына, сейчас вот заброшенное место, раньше здесь был сам поселок Удачный. Вот, и, то есть, по детству мы рыбачили на этой реке Далдын, которая сейчас у нас, видите, замерзла. Вот, но на данный момент, то есть, получается, что в эту реку попадает очень много сточных вод с нашей станции. Вот, но я думаю, что по сравнению с теми годами, которые раньше мы рыбачили, то есть, на данный момент рыба опять начинает появляться в этой реке. И в этом году даже, то есть, если мы раньше уезжали рыбачить ниже по течению, на много километров, там, на 60-70, то в этом году даже люди рыбачили, ну, где-то отсюда вот в полутора километрах на перекате, вот, то есть, здесь уже рыба есть. И рыба, как уже идет, поднимается до самого Сатыкана, то есть, ну, как вот и было раньше, вот, а чего не было где-то лет 10 назад, то есть, рыба сюда вообще не появлялась. Вот, то есть, получается, что Алроса делает свою работу, занимается очищением вот этой воды, которая сюда попадает, и рыбалка у нас продолжается. Здесь рыба есть ленок, сик, сик вообще заходит, ну, то есть, с ленком практически, то есть, вот здесь вот на перекате можно и ловить, и очень часто рыбаки здесь весной рыбачат, весной и осенью. Это река Далдын, в нее впадает наш Сатыкан, который, так сказать, с которой мы пьем водохранилище, вот, и получается, две реки эти превращаются в Сатыкан, Далдын превращаются в Далдын, и потом Далдын в 60 километрах впадает реку Марха. Основная рыбалка здесь весна-осень, то есть, когда идет рыба на икромет, то есть, ее здесь очень много. Но и спортивная рыбалка, то есть, в течение всего лета, вот, если позволяет вода, ну, рыбачат здесь всегда. Вот, и я говорю, то есть, сейчас рыбакам уже не надо ехать, там, за 60, за 70 километров туда уже к Мархе, то есть, уже можно рыбачить прямо рядом с городом. А прибрежная территория на реке Далдын вновь становится излюбленным местом отдыха горожан.